Привет всем! Меня зовут Евгений Литвинкович. Я суперфиналист проектов X-Factor, Прима и Талант, Зваживаю это счастливее. Я хочу поделиться с вами сегодня рецептом мини-пицц из кабачков и твердого сыра. Мне кажется, уже даже одно название настолько съедобное и вкусное, что просто бомба. Давайте перейдем к приготовлению. Для маленьких мини-пицц, таких закусочек, нам понадобятся кабачки цукини, твердый сыр хороший. Понимаете, что сыр это главная практически составляющая. Кабачок не каждый даже от огурца отличит, а все-таки сыр это будет самое главное. Плюс мы добавим маленькие помидорки черри, да и все. Настроение, духовка и классная компашка. Берем, режем цукини на кружочки, выкладываем на пергамент, то есть противень, пергамент, кружочки цукини, наверх мы кладем по такому достаточно серьезному кусочку твердого сыра. Берем противень, кладем пергаментную бумагу, режем цукини, кабачок, не важно, колечками такими по сантиметру полтора выкладываем. Дальше второй слой это сыр, один из самых главных ингредиентов нашего блюда. Сыр в магазине берите любой, совершенно. Вот правда, подойдет любой. Самое главное, чтобы на нем был вот такой значок. Значок добрый знак. Если вы найдете такой значок на сырь, это значит, что в нем нету никаких растительных жиров, нету никаких добавок, примесей. То есть сыр прошел проверку в европейских институтах, и за ним очень следили хорошо. Берем этот сыр, кладем на наши кабачки, сверху берем на долечки, режем черри, ну это для кислинки, тут же кладем на 15 минут 200 градусов в духовку, ждем, тонимся, потом достаем и кушаем, наслаждаемся, угощаем гостей. Сейчас немножко расскажу вам про сыр. Во-первых, если вы приобретете в магазине сыр, с вот таким значком, то в принципе вам больше ничего о нем знать не надо. Он хороший, качественный, проверенный в европейских лабораториях, это гарантия этого всего, что я говорила. И в нем нету никаких добавок, растительных жиров тоже там нет, ничего, только сплошная польза. Дальше, немного подробнее расскажу, как выбрать сыр, если вдруг, вот плохое зрение и вы не видите доброго знака на нем. Берем поверхность сыра, она должна быть гладкой, сухой, равномерной, не должно быть никаких там, он не должен быть мокрым, просто хотя бы. Дальше, мы, когда его надрезаем, также не должна проступать никакая влага, не должны появляться никакие пузырьки, ни крошки, всякое такое. Конечно, бывают определенные сорта, но когда мы берем среднестатистический сыр, то именно так и должно быть. Дальше, дырочки в сыре. Самое классное, то, что любят дети, засовывать туда, иметь пальчики. Дырки должны быть неровные, они должны быть, вот как природа дырочку создала, а не то, что кто-то взял специально уберет. Значит, сыр должен быть сухой, не должно быть никаких капелек и крошек, и дырочки должны быть неровные, неровные. И тогда это еще одна гарантия качества, что сыр будет классным. Субтитры создавал DimaTorzok